Я перешел на живое питание и начал худеть! Какой кошмар! Так ли это плохо? Давай разбираться. Вопрос веса может представлять проблему для некоторых людей, но он перестанет быть таковым, как только вы вооружитесь необходимой информацией. И действительно, люди, которые переходят на более чистое питание, начинают замечать, что они теряют вес. И это серьезная проблема, потому что общество диктует конкретные нормы веса. Зачастую общество определяет, что нам считать адекватным весом или внешним видом тела. И разумеется, для того, чтобы соответствовать неким социальным нормам, которую нам вдолбило общество касательно веса, тебе придется заниматься больше. То есть, если ты хочешь весить больше, но не за счет жира, как раньше, а за счет реальной мышечного волокна, тебе нужно заниматься физической активностью. Зачастую, когда организм неожиданно начинает получать вещества, необходимые для улучшения его состояния, он избавляется от большого количества жировой ткани, чтобы удалить накопленные в ней токсины. В целом, большинство людей не против потерять лишние килограммы жира, но они же переживают именно из-за мышц. Они считают, что они теряют именно мышцы. Поэтому необходимо уделять внимание не только избавлению от избыточной жировой ткани, но и также тому, чтобы в необходимой мере нарастить мышечную массу. Ты хочешь сказать, что у меня мышц никогда не было? Ну, они, конечно же, были, но не в таком объеме, как ты себе представлял, потому что все это было намешано с жиром. Но теперь, когда жир ушел, ты теперь видишь реальную картину, ты теперь видишь, сколько у тебя реально мышц. Когда люди, которые переходят на более здоровое питание, обращаются с жалобами на то, что они стали слишком худыми, стоит задаться вопросом. А как вы себя чувствуете? И если с энергетикой у них все в порядке, то точно беспокоиться не о чем. Но есть один маленький нюанс. Один килограмм жира и один килограмм мышц визуально отличаются очень сильно. Один килограмм жира значительно больше по объему, чем один килограмм мышц. Поэтому, когда ты будешь переходить на чистое питание, из тебя будет выходить жир, и ты будешь качаться в спортивном зале и накачивать мышечное волокно, ты все равно будешь выглядеть более стройным, более подтянутым, несмотря на то, что на весах изменения будут незначительные. И тут даже небольшое улучшение мышечного тонуса, достаточно, чтобы это положительно сказалось на вашей фигуре. Поверь, если твой вес будет отличаться от того, что видели твои друзья и знакомые раньше, но при этом ты будешь излучать здоровье, они тебя будут доставать не по поводу того, что ты похудел. Они тебя будут доставать по поводу того, как ты это сделал? Дружище, расскажи нам, мы тоже хотим похудеть. И если вы сохраняете активность и потребляете достаточно пищи, чтобы заниматься своими ежедневными делами, вас не должен беспокоить такой временный недостаток веса. Есть еще одна группа людей, которые говорят, что «Да немного у меня жира вообще, смотри, я худой, какие проблемы, я худой, я хочу набрать». В действительности есть понятие. Звучит очень странно, но я хочу, чтобы ты его пропустил через мозг несколько раз и переосмыслил. Можно быть худым и жирным одновременно. То есть, тебя немного, и вот то немногое, что ты из себя представляешь, это жир. Звучит странно, согласен, но пропусти это через голову еще раз. Еще раз переосмысли. Ты худой, и вот то худое, что ты из себя представляешь, это жир. Обычно подобное свойство тем, кто питается вредной пищей, но делает это не в большом количестве, и при этом полностью игнорирует спорт. То есть в рационе присутствуют вредные продукты, они формируют жировую прослойку, но этих вредных продуктов немного, поэтому жировой прослойки мало. И при этом они не занимаются спортом, поэтому нет практически мышц. И получается, что вес человека небольшой, но при этом все, что мы имеем, это жир. И если вы одновременно занимаетесь повышением тонуса мышц и избавлением от жиров, ваша фигура определенно изменится в лучшую сторону. Так что не переживай, мнение окружающих будет меняться постоянно. Кто-то будет тебя поддерживать, кто-то нет. Есть люди, которые никогда не откажутся от жареной курочки, поэтому они всегда будут против, всегда будут рассказывать тебе сказки о том, что все плохо, ты умираешь и так далее. Ты прекрасно знаешь, твое самочувствие главный индикатор того, что у тебя все хорошо. Так что продолжай свой путь, изучай вегетарианство, веганство, сыроедение, изучай тему с лечебным голоданием и перестаньте слушать окружающих, у тебя же своя голова. Ну, сколько можно? Так что если вашей целью является превосходное здоровье, вы должны быть готовы потерять любой вес, который ваш организм сочтет нужным сбросить. И вы должны научиться радоваться любому постоянному весу, на котором он в итоге остановится. И не забывай про спорт. Именно спорт сделает тебя сильным, подтянутым. У тебя появятся мышцы, которые будут компенсировать отсутствие жира, который ты теряешь, исходя из перехода на новое, более чистое, простое питание. Так что у тебя только один путь. Если ты не хочешь, чтобы тебя доставали по поводу твоей худобы на более чистом питании, начинай заниматься спортом. Причем делай это в десятки раз активнее, чем раньше. И все будет нормально. Ладно, не будет тебя больше грузить. Развышляй. Редактор субтитров А.Семкин